Прум-пу-пу-пум, друзья, всем привет, с вами Микакер И очередной выпуск ответов на вопросы Как всегда, в преддверии Нового Года Ну, я записываю, по крайней мере Выйдет он уже, наверное, в начале 2023 Так что, с наступившим вас, ребятки Надеюсь, этот год будет намного, намного лучше, чем предыдущий 22-й, назовем его так просто Всем нам мира, добра Ну, а я очередную часть ответов на вопросы Собрал ваши часто задаваемые, не часто задаваемые Некоторые вопросы прям специфические Некоторые будут даже повторяться Так сказать, освежим в памяти ответы на вопросы Которые были и в предыдущих частях, в принципе Ну, давайте, собственно, по порядку Человек с ником, который я, к сожалению, не смогу прочитать Типа корейского, не знаю, по-моему, это по-корейски написано Миша, не устал проходить LMR? Если не ошибаюсь, около 40 плюс стримов LMR, Love, Money, Rock'n'Roll Почему-то по-русски написал По-русски это LDR должно быть Ну да ладно 49 стримов Примерно по 2 часа каждый стрим Если я устал, я бы, наверное, забросил Как, например, это было с Metal Gear Solid 5 Мне как-то вот сам жанр вот этих визуальных новелл понравился Возможно, дело именно в этих визуальных новеллах Потому что они интересными реально оказались Поэтому, ну, чё бы нет, если контента много в игре Это даже плюс игре, как всегда Ну и визуальные новелли тоже Нияз Гелязеддинов Какие в будущем игры собираешься проходить? Ну, надеюсь, самые интересные, самые хорошие Ну, надеюсь, что будут такие игры Поэтому, ну, я всегда выбираю самое-самое Ну, во-первых, то, что мне, конечно, нравится Во-вторых, то, что и вам нравится То, что вы запрашиваете Там, кстати, будет такой вопросик, я потом зачитаю Ну, а наперёд предвидеть Наверное, что-то будет и старое доброе Типа КС-ка, ГТА-шка, что-то ещё Ну, и новиночки Но пока я не буду, во-первых, загадывать Во-вторых, ну, мало ли Что-то нового выйдет Я и про это совсем ещё даже не знаю Артём Бучнёв С наступающим или с наступившим Да так же Видел твои комментарии под видео группы кино В связи с этим И три вопроса целых Что сам думаешь о творчестве группы? Как относишься к возобновлению их концертной деятельности? Был или пойдёшь на концерт? Блин, я бы, конечно, с удовольствием пошёл бы на концерт кино Даже без Виктора Цоя Ну, понятное дело, его уже не вернёшь Многие хейтят группу из-за этого Вот что-то, типа, о, решили наварить бабла Типа, там, на славном добром имени Виктора Цоя Без него концерты, там, устраиваете Прошло сколько уже? Больше 30 лет Некоторые люди даже не знают о существовании этой группы Почему бы таким образом не продвинуть их творчество в массы? Я, конечно, можно сказать, фанат творчества групп кино Одна из моих любимых групп Поэтому только положительно отношусь к этому Ну, и на концерт, конечно, бы сходил бы Но это надо бы, скорее всего, в какой-то крупный, более крупный город ехать Типа Москвы или Питера В Рязани, я так смотрел по графику Они, вроде как, пока не собираются Артём Бучнёв опять Как тебе удалось адаптироваться к жизни без монетизации? Тяжело ли было? Ну, и итоги твоего года Ну, целые итоги, конечно, ты загнул Давай по порядку Не совсем без монетизации Убрали, получается, рекламу с России Поэтому от людей, которые из России смотрят Никаких денег не приходят Приходят деньги там с Украины С украинских просмотров Белорусских, казахстанских И получилось, что в сумме около 20% осталось от монетизации Остальное всё с помощью ваших донатов Рекламы, которые напрямую у нас заказывают Но в последнее время тоже редко стали заказывать Ну, и вот с Рутубом я ещё поработал Немножко баблишко поднял Но с ними закончилось, к сожалению, сотрудничество Тяжело ли было? Ну, неприятно, скажем так Не то, что тяжело Потому что я там себе какую-то подушку, так сказать, финансовую накопил И вот она пока меня держит на плаву Так что всё более-менее нормально Тем более я человек не такой, как некоторые другие ютуберы Которые там деньги направо-налево шевеляют, покупают тачки, квартиры Будь там брендовую люксовую одежду И не шикую, и не бедствую, скажем так Нормально всё И ещё Артём Бучнёв А вот ещё говорит А не думал ли ты ввести такие сессии с вопросами в Дискорде Через сценические каналы Это я не понял про что Где каждый зритель может выйти на сцену и вживую задать вопрос Что-то подобное я помню в Рейдколе было Помните такую штуку? Ну, можно было, наверное, устроить такую тему Я, в принципе, всегда приглашаю вас, ребята, зрители, подписчики Подписывайтесь, заходите на наш сервер в Дискорде И не обязательно через режим там сцены Просто заходите и всей толпой общайтесь У нас там не такие уж толпы собираются Чтоб там кого-то надо было заглушать Чтоб кто-то один выходил, спрашивал вопросы Плюс у меня всегда открыта личка ВКонтакте И если вопросы адекватные, нормальные, ну и интересные для меня Может быть, даже не совсем интересные Но я стараюсь всем отвечать Так что, почему бы нет? Антон Бабкин Не хочешь ли ты сотрудничества с кем-то из Тима Венеса? Тебе же Делирус писал, можешь и ему написать Ну, я и ему написал, в принципе Но ответа не последовало Во-первых, у него в то время как раз первый ребенок родился А потом следом ему заблокировали Твиттер И до сих пор не разблокировали Это все в Твиттере проходило общение Плюс, ну, я общался с другими чуваками из Тима Венеса В основном, по переводам, мы общались именно с Венесом Я уже рассказывал это в одной из частей ответов на вопросы Была ситуация, где пришлось, так сказать, общаться с ним Но это вы из первой части можете узнать А чтобы сотрудничать с ними Как-то, возможно, вместе что-то снимать Ну, это сложно Во-первых, у меня уровень английского не такой Чтобы прям влиться и там вместе снимать Во-вторых, а зачем им это? Если бы, по-моему, это было нужно Ну, наверное, они бы тогда связались со мной Нужно ли это мне? Ну, возможно Вот я, например, с Квантумом сотрудничаю Не особо-то больше у меня просмотров и подписчиков Из-за этого сотрудничества Так что, ну, не знаю, не знаю Тут уже от самого человека зависит его результат, так сказать Было бы интересно, конечно, посотрудничать Но тут уже не все от меня только зависит Дима Глухарь Когда уже будет сходочка? Сложный вопрос Тут сходятся несколько сразу факторов Я так думаю, сходочка могла бы быть Если бы в каком-то из городов Прям нормальное количество людей бы собралось Которые готовы прийти на эту сходку Но как показывали предыдущие наши попытки устраивать эти сходки Ну и плюс ситуация с количеством подписчиков Заинтересованных в этом сейчас Мне кажется, даже на сходку в Москве Придет не так много народу Либо можно устроить какую-то совместную сходку Там, например, с Квантумом, с Медалистом Еще с кем-то Но тут уже надо с пацанами договариваться Они, парни, во-первых, занятые Во-вторых, стеснительные немножко, скажем так Раньше, хотя вроде устраивали Посмотрим Не могу сейчас ничего сказать точно И еще раз Дима Глухарь Насколько сильно тебя мотивируют комменты под видосами? Вы могли заметить, что, во-первых, я отвечаю на некоторые комменты под видосами Во-вторых, реакции ставлю Лайки Некоторые даже прям помечаю Как избранный типа коммент Ну, там, сердечко То есть, ну, я показываю, что я вижу ваши комменты Я их читаю, конечно же Прислушиваюсь или нет Все зависит от самих комментариев Конечно же, критика нужна Критика важна И адекватная, грамотная, здоровая критика Даже помогает Как-то, типа, направить в нужное русло И творчество, и деятельность И все такое Кто-то там советует, во что поиграть Моды там какие-то Кто-то дает советы по прохождению игр Конечно же, прислушиваюсь Но бывают и неадекватные, конечно, комментарии Неадекватные люди Понятное дело, такие идут лесом Максим Шостак Где Войтили? Он же был очень смешным Вот это вы вспомнили, конечно Давненько мы с Войтили Не то, чтобы даже не снимали чего-то Вообще не общались Он, одно время, ну, мы с ним парамсили Был конфликт у нас Я тоже рассказывал, по-моему, в ответах на вопросы Он перестал со мной сотрудничать Уехал потом в Санкт-Петербург Но продолжал делать монтажи, например, для Квантума И с этого поднимал бабло Причем, ну, я так понял, неплохо поднимал бабло Квантум-то может оплачивать нормальные ролики, скажем так Ну, и качество у него соответствовало Но, я так понял, в последнее время Он то ли редко делает монтажи уже, ну, для него Либо вообще не делает Потому что у него возник запрос на самореализацию, скажем так Он хочет большего Хочет куда-то расти Ну, соответственно, выше этих монтажей Что-то делать лучше, что-то делать больше И поэтому, мне кажется, вот эту ступень с монтажами он оставил позади Чем сейчас занимается, не могу сказать Потому что давненько не общались Но конфликт был исчерпан, если вам интересно Николай Шумилов Миша, мне нравится смотреть именно, как ты играешь Но на стримах я не всегда могу присутствовать А запись стримов для меня слишком длинная Вопрос, почему у тебя редко начали выходить видео, не связанные с переводами? Все зависит от просмотров Сейчас, при отсутствии монетизации нормальной Потеряло практически вообще всякий смысл выпускать видосы подобной направленности Иногда я что-то такое вкидываю Чтобы посмотреть Ну, давай, может наберет просмотр Но нет, не набирает Маньяки, GTA-шки, что-то еще Я выкладывал их как эксклюзивные видосы на Рутубе Там они тоже худо-бедно, конечно, что-то, какие-то цифры показывали Но там, в принципе, было пофиг А на Рутубе, ну, они просто общую статистику портят Поэтому то, что людям интереснее, то, собственно, и показывают Но я контентик собираю, собираю, собираю так потихоньку И иногда выпускаю нарезку смешных, самых смешных моментов Выжимку, прям выжимочку Чтобы вы могли от души похохотать Но почему-то люди не ценят Не знаю почему Кто-то говорит, типа, а зачем выжимка? Давай нам, типа, полные видосы Люди хотят смотреть воду Я не понимаю, лично я не понимаю воду Посмотрите у Ванту Иди, еще у кого-нибудь А у меня немножко другой контент Ну, должна быть что-то отличающееся Вот, пожалуйста Родион Аверо Не думал переводить Мистер Биста С твоей озвучкой было бы прикольно Мистер Биста вроде кто-то озвучивает Причем там не просто озвучка, вот как я делал, закатривая, типа А там прям профессиональный дубляж, можно сказать Они заново накладывают звуки Ну, там типа море шумит, птички там Что-нибудь поют Звук, ну, голоса, то есть без оригинальных голосов Я так понял, там еще многоголосая озвучка Мне там делать совершенно нечего Среди таких людей Ну и плюс, я так понял, Мистер Бист еще официально Встраивает эти дорожки в свои видосы Понятно дело, кто-то привык к моей озвучке Кто-то считает, что я, возможно, лучше это озвучу Но, пожалуй, пожалуй, нет Мне и Веноса хватает И его коллег И Джош Даба Возможно, нарисуется какой-то персонаж Которого я захочу переводить Другого я имею ввиду Но не Мистер Биста точно Там и контент, который, в принципе, мне не очень нравится Я не смотрю его Глебос Саренков Надеюсь, правильно прочитал Будут ли еще переводы по Марио Пати? Мне чего-то прям сильно понравилось Будут ли переводы чего-то вот Вообще, в принципе, каких-то других игр Все зависит от того, насколько мне понравится Я могу даже не перевести Какой-то выпуск по Гаррис Моду Который, ну, казалось бы, я всегда переводил Но если выпуск мне не нравится Я его не перевожу Потому что, ну, я как бы чувствую Что и людям понравится или не понравится Ну, хотя, там может и не совпасть Но, по большей части, совпадает Потому что я вот чувствую, ну, что-то в этом ролике не то Ну, например, взял и перевел И потом читаю комменты, что люди пишут Что-то не то Этот выпуск какой-то не смешной Я такой, блин, да, действительно, видимо Не зря мне так показалось Так что бывает вот такое Поэтому я некоторые ролики, которые даже Венос там выпускает Не перевожу и прошу меня понять Не то, чтобы простить, но просто вот понять Но Марио Пати, Марио Пати интересная штука Единственная проблема в том, что у Веноса Это видосы по 30-40 минут Но это через чур до хрена Чтобы переводить Я переводчик такой, который скрупулезно относится Сейчас, по крайней мере, к переводам Я прям вот каждую фразу Отслушиваю на несколько раз Дословно стараюсь Плюс еще по длине фразы попасть Понятное дело, не дубляж, но все равно Такой качественно стараюсь сделать перевод Где-то там адаптировать шутки, песенки Еще какие-то приколюки И на 30-40 минут это слишком много Поэтому я чаще всего Ну, вы могли видеть В случае с Марио Пати Брал ролик, например, от Вайлд Кэта Или от Ноглы И переводил его, потому что они там короче Там выжимка вот именно смешных моментов Меньше воды И вот их как раз таки выкладываю Ну, если вам понравилось Значит, это имеет место быть И значит, мы продолжим с таким вот контентом Татьяна Исаева Не планируешь переезжать из Рязани? Пока все нравится, но Ситуация в стране Может повернуться так Что, может быть, придется переехать Не только из Рязани В какой-то другой российский город Но и куда-то, может быть, даже подальше Держу, так сказать, пальцы скрещенными На то, что не придется Но не хотелось бы, конечно В Рязани мне пока все нравится Пока все устраивается Хороший город Хорошо в России жить Максим Аванесов Миша, хочу узнать Как у тебя получается Так подделывать голоса Под команду Веноса Ну, я изначально старался Делать голоса Как-то вот Похожими Типа по характеру По Интонированию Оригинальных Типа людей Оригинальных Оригинальных Персонажей Веноса Я озвучиваю Своим обычным Голосом Ну, и он звучит Как-то так Тоже, типа По-простому Как-то похоже Типа Делилиус Он такой Задорный Поэтому он Вот так вот Немножко Спитчем Так сказать С задором Тоненький Голосочек И звонкий Звонкий Вот такой Голосок Догло Он такой Серьезный Раскачивается Поэтому У него Голос Такой Томный Тяжкий Вайлкет Он такой Дерзкий Поэтому У него Голос Такой Скрипотцой Му Он такой Тоже Ну, помягче Поэтому Вот у него Такой Голос Как-то Вот так Ну, и там Что-то Получается Более точно Что-то Менее точно Понятное дело Не точь-в-точь Прям будет Такой голос Я не уровня Там Кого-нибудь Галкина Пародист Чтобы прям Настолько Людей Пародировать Ну, и Галкин Мне кажется Не всех Может Точь-в-точь Пародировать Так что Вы уж извиняйте Но стараемся Наверное Это просто Дар какой-то Природный Дмитрий Бевза Какое событие В этом году Обрадовало тебя Больше всего? В этом году Больше всего? В этом году Надо спрашивать Вообще Что-то тебя Обрадовало В этом году Ну Наверное Чемпионат Мира По футболу Я не знаю Больше я ничего Не могу Ответить Чемпионат Мира По футболу Был хорош Особенно финальный Матч Ух, блин Вот там Да А так Я могу Конечно За кого-то Другого Порадоваться Типа За моего Братца Среднего Но я не скажу Почему Опустим Он Гаву Тоже Забил Триничок Забил Виталий Мышляков Почему бы Не начать Платить Модераторам Я не платил Модераторам Когда у меня Монетизация Нормальная была Ребят Вы хотите Меня разуть До нитки Тоже Виталий Мышляков Какая игра Тебе больше всего Понравилась В плане Прохождения Мне многое Понравилось Вот наверное Все что я проходил На стримах Ну практически Все Ладно Не все Прям Вот Айс Айс Метал Гир Соли Татый Точно нет Я бы туда не занес Ну хотя По геймплею Там неплохо было Но вот потом Какие то По сюжету пошли Непонятки Блин Неприятное впечатление Сложилось Дайн Лайт 2 Прекрасная вещь Ну вот Недавно Протокол Калиста Офигенная штука Были интересные игры Были Многое конечно Перенеслось Что хотелось бы Поиграть в этом году Например Сталкер 2 Но надеюсь В следующем году Будет Будет Все Андрей Калинин Михаил Я как старожил На канале С третьего выпуска Переводов Хочу задать вопрос Ты когда нибудь Замечал сходство Личности Из вашей команды С командой Веноса Как по мне Квантум Это отечественный аналог Веноса А медалист Очень смахивает На Вайлкэта По крайней мере На видео Ну блин Я думаю Везде Можно такие параллели Провести Но только Ты немножко Мне кажется Путаешь В персонали Ну Квантум То что Венос Это Да Это Бесспорно Человек Который Всех Собирает Месте Который Самый Популярный Из них Это Это Да Но Медалист Вайлкэт Не Думаю Нет Есть ли вообще Кто-то у нас Похож на Вайлкэта Больше Агиман Похож на Вайлкэта Медалист Он что-то Такого Типа Панды Но Панда Более Такой Мягкий Что ли А Вайлкэт Он такой Более Тонкий Более Как-то Кусачий Такой Ну Я Это Ногло Конечно Понятно Чем Ну А там Дальше Вы уже Сами Для себя Решать Кто на кого Похож Кто на кого Не похож Вообще Все люди Уникальные Все оригинальные Все по-своему Хороши Максим Евдокимов Как ты решился Переводить Видео Команды Веноса И какой Самый Сложный Был выпуск Ну На это Я уже Отвечал Что Однажды Я наткнулся На ролик Веноса В статейке В российской На Мэйлру Даже Могу Сказать Вот так Вот Там И попался Там Его ролик Но он Был Более Широкий Чем Просто Обзор Каких-то Багов Да Там Центральное Место Имел Баг В игре Но Там И сюжет Был И я Такой Блин А ведь Сюжет Не менее Интересный Чем Сами Баги И вот Интересно Было Бо Донести До Других Наших Российских Зрителей Что Там Собственно Рассказывается Я Такой Ну Ну Ка Сделаю Это Причем Был Не Первый Выпуск По ГТА По Могу Где-то Третий Или Четвертый Я Начал Понятное Дело С Выпуск Их Столько Было Ребят Я Сейчас Уже Не Припомню Ну Наверное Самые Самые Сложно Вот Сейчас Я Делаю Потому Что Я Раньше Проще К этому Относился Я Мог Переводить Ну Так На Слух Типа Не Вчитываться Не Вслушиваться В каждую Фразу Быстрее Короче Делал Менее Качественно Сейчас Более Скрупулезно К этому Подхожу И Это Все По Времени Еще Растягивается Ну И Плюс Еще Давит Морально То Что Я Этим Уже Сколько Занимаюсь И Это Какой То Рутинность Черты Рутинности Начинает Приобретать Но Если До сих Пор Делаю Значит Мне Пока Это Нравится А Главное Что Нравится Вам Даша Баннова С Наступающим Миша Снова Здравствуй Писала Уже В прошлом Году Но Вопросов Когда-то В ТГ Ты Выкладывал Озвученную Реакцию Ноглой Террорайзера На твои Переводы Так Вот Ты Удивился Тому Что Они Воспринимают Твое Озвучку Так Ты Озвучивает Несколько Человек А не Ты Один Развеселила Ли Тебя Их Реакция Ну Конечно Повеселила Кто Не Видел Кстати Может В ТГ Зайти И Как То Там Постараться Зайти Реакция Например Написать В поиске По каналу Все ли ты Цели Успел Выполнить За этот Год Много Чего Я не Выполнил Но Я не Так Чтобы Прям Ставил Эти Цели Я Прям Понимал Что Что Не Смогу Выполнить Да И год Еще Был Такой Что Не Очень Способствовал Выполнению Каких Там Целей Ну И Я Конечно Много Чего И Времени Просохатил И кошка Симка В порядке И кот Кусь Ее брат Живет Здравствует У брата Он по участку Бегает Огромный Вырос Ленивый Стал Такой Ходит По улице Потом приходит В дом Греться Там Ложиться На диване У него Там Комфортная Счастливая Жизнь Кошка Ну У меня В квартире Осталась Жить Я ей Сделал Операцию Как Она Не Кастрация Называется Стерилизация Ну И Все Она Жива Здорово Бегает Прыгает Активная Кошечка Все В порядке И у них И у меня Вроде бы Роман Сабитов Первый вопрос Это вопрос Насчет Сходочки Ну Я его Уже Говорил Второй вопрос Как ты считаешь Какого возраста Твоя целевая Аудитория Ну Что значит Как я считаю Целевая аудитория Это вот Та аудитория На которую Ты нацелился Для которой Ты снимаешь Ролики По идее По идее Конечно Бы Хотелось Чтобы мои ролики Смотрели Более Интеллектуальные Люди Там Шуточки Такие сложные Бывают На непростые Темы Что то еще Такое Но в принципе Я делаю Для всех Возрастов Видосы Если вам Показалось Что это Детский Контент Это вам Блять Показалось Потому что Во первых Маты Ну какой это Уже Блять Детский Контент Во вторых Там Ну и темы Бывают Там Про политику Точно не детский Контент Наоборот Даже Бывает В дискорд Заходит Там Какой-нибудь Пацан Михаил Привет Я тебя С трех лет Смотрю Типа Я говорю Пацан Ты что тут Делаешь Тебе Рано Рано Такое Смотреть Иди Подрасти Даже Вот в таком Возрасте Там Типа 12 14 Лет Бывают Уже Окрепшие Умом Ребята Которым Подходит Такой Контент Но Бывают Конечно Еще Не готовые К такому Контент Ребятки Поэтому Лучше Старше 18 Лет Конечно Смотреть Ну Или Если Младше То Сопровождение Родителей Бывают Кстати Такие Кадры Даниил Тигров Тут Серия Вопросов От него Миша Кум Что тебе Сейчас Доставляет Наибольшее Удовольствие В жизни И какие Увлечения И хобби Остались Помимо Ютуба Какие Из них Не забросил Ой Много Чего Я забросил Даже С музыкой В последнее Время Не всегда Удаётся Так сказать Заниматься Если Что-то Делаю То Это Либо Там Каверы Какие-то Либо Электронная Музычка Ну На компе Чисто Либо Что-то Подтюниваю Ну А удовольствие Приносят Игры Конечно Же Сериалы Музыка Даже Самая Стримы Записи Видосов Всё То Чем Я Занимаюсь Ещё Вопрос От Даниила Тигрова Как ты Считаешь Какой Лучший Подарок На Новый Год Можно Сделать Любому Человеку И Какой Идеальный Подарок Для Тебя Я Считаю Лично Я Что Идеального Подарка Вот Прям Для Всех Нет Даже Вот Деньги Универсальное Средство Казалось Кому То Не Понравится Может В Качестве Подарка Я Не Хочу Деньги Я Хочу Что Нибудь Так Что Тут Каждому Человеку Нужен Индивидуальный Подход Поэтому Вы Либо Узнаете Либо Спросите Что Может Нравится Этому Человеку Либо Что Прям Конкретное Можно Подарить Почему Б Нет Не Обязательно Это Должен Сюрприз Сюрприз Быть Желательно Конечно Чтоб Был Такой Элемент Да Но Иногда Лучше Все Таки Что Нужное Человеку Именно Подарить Чем Неожиданно И Еще Даниил Тигров Ну И Напоследок Вопрос По Каналу Каким Образом Зародилась Фишка Царский Комент Каким Образом Он Выбирается Ну И Главное Как Выбирает Кто Выбирает Его Всех Смотрячих Видео С 2023 Годом Надеюсь Он Принесет Только Хорошее А все Беды И Взгоды Останутся В прошлом Спасибо Даниил Царский Комент Ну Появился В то время Когда У многих Ютуберов Что-то Подобное Было Или Там Лучший Коментарий Они Где-то Выбирали У себя Видео Создавляли Или Там Как-то По-другому Обзывали Я Вот Тоже Решил Что Надо Что-то Такое Не Просто Лучший Комментарий А Царский Коммент Решил Назвать Ну И Вот Так Вот Появилось Выбираю Лично Я Пробегаюсь По Комментариям Что-то Нахожу Типа Ну Бывает Там Конечно Комментарии По сюжету Бывает Что-то Такое Надо Найти Что-то Такое Нейтральное При этом Позитивное Как правило Иногда Смешное Бывает Что-то И Вот Вставляю Султан Аль Мансури С наступающим Дядь Миша Я Всегда У вас Хотел Спросить Не Устал Ты Снимать Видео Когда Просмотров Ноль Я Я бы хотел Передать тебе Привет Спасибо За детство На здоровье Рад стараться Но Просмотров Ноль Я бы сказал Что даже Двенадцать Там Десять тысяч Просмотров Которые Собирают Не особо Популярные Ролики Десять тысяч Это ноль По-твоему Десять тысяч Рублей Это ноль Рублей По-твоему Например Нет Чувак Ну Как ноль Когда Просели Просмотры Не устал Ли Ты снимать Ну Нет Не устал Усталость От этого Не зависит А вот Целесообразность Это потеряло Поэтому Я собственно И Менее популярные Ролики Не выкладываю Что-то Стараюсь Или там Выжимку Какую-то Делать Или просто Переводы Мне вот Сейчас Больше нравится Например Стримы Проводить Поэтому Частенько В девятнадцатую Ноль По МСК Проводим Так что Залетайте Там мы И общаемся Интересно И Проходим Игры Интересные Заходите Андрей Спиритов Тоже несколько вопросов Миша Когда Последний раз Виделся с друзьями Данил Антон И другие Ну Это не все Мои друзья Понятное дело С коллегами Вы имеете ввиду Ну Понятное дело Что они и друзья Тоже С Антоном По понятным причинам Давно не виделся С Данилом И другими По менее понятным причинам Но тоже давно не виделся В разных городах Просто живем Ну Где-то Несколько лет Уже не виделись Может пару Тройку Я сейчас Не особо часто В Москву Езжу Например Ну просто Что там делать Да и плюс Это пандемия Коронавирус Не способствует Так сказать Таким поездкам Поэтому Вот так вот Обстоят дела Есть ли у тебя Особое расписание Когда выкладывать видео Нету Но как правило Какие-то промежутки Одинаковые Оно выкладывается Они Видосы Выкладываются Иногда Какие-то Ситуации Не дают Выпустить Видос В эти промежутки Тогда он Переносится Ну и поэтому График Абсолютно Плавающий Занимаешься ли ты Спортом Если да То расскажи Как ты проводишь Тренировки Не особо Занимаюсь Но сейчас Стараюсь Прикладывать К этому усилию Как минимум Зарядку делаю Ну и там У меня есть Тренажерчик Калипсоид Надо У него почаще Залазь Десять Честно Какая у тебя Была мечта В детстве Сбылась ли она Ой У меня в детстве Куча была мечта Или футболистом Стать Или каким-то режиссером Или еще там Кем-то Но то что я стану Ютубером Конечно я не мог знать Потому что Ютуба тогда не было Что-то сбылось Типа там Квартиру свою Иметь Но была ли это Детская мечта Это уже другой вопрос Артем Трайхард Привет Миша Какие планы На 2023 Уф Планов много Много задумок Как всегда И как всегда Планы имеют свойство Не сбываться Не осуществляться Поэтому Не загадываю Наперед И не озвучиваю Потому что Планы какие-то Запланированные Штуки Они же еще должны Иметь элемент Сюрприза Если вам что-то Расскажу Сразу Как-то менее Интересно станет Поэтому Дождитесь Дождитесь Все будет Думал ли ты О продаже канала Сколько тебе Предлагали Были предложения Но как правило Это были От каких-то Мошенников Предложения Там даже Помнится Несколько Миллионов Предлагали Что-то в районе Десяти Одиннадцати Но понятное Дело Это никуда Не пришло Как правило Мошенники Пишут Более реальные Цифры Озвучивали Там Чуть в районе Миллиона Рублей И меньше Даже Но За такую сумму Я не готов Продавать канал Конечно Кирилл Жуков У тебя был Такой момент Что хотелось Взять и прекратить Вести Ютуберскую Деятельность Нет Не было Как-то вот так Роман Мымарин Будешь ли Покупать Новый ПК Будут ли Лайв ролики Есть у тебя Праздничное настроение Я периодически И так Что-то обновляю В компе Прям целиком Новый Редко Покупается Но вот Мне собрали Комп HyperPC Уже Очень-очень Давно В этом году В 2022 Я Чуть-чуть Решил его обновить Оставил Тот же самый Корпус Оставил Тот же самый Блок питания Диски Поменял Получается Материнскую плату Процессор Озу И видеокарту Немножко По блоку питания Там Провода Не совпали Но Вроде как Работает И нормально Ну и Соответственно Буду поддерживать Стараться конфигурацию Чтоб она Актуальная Была Чтоб Игрухи Хотя бы Ну если не На максимальных То где-то На высоких Шли нормально Чтоб вам Нормальную Картинку Показывать Ну и самому Чтоб комфортно Было Конечно Глебоз Саренков Или Саренков Извиняюсь Если неправильно Будешь хавать Шаурму на НГ Не имею Такой традиции Яроссель Все зависит От этих Кирилл Артемьев Куда бы ты Хотел полететь Ну на Марс Конечно же Ну а если Ты имеешь Иду Страну Какую-нибудь Куда-нибудь Отдыхать У меня Раз Там была Был показ Дэйв Гоун Если вы помните Я даже ролик Делал по этой штуке Но мы ездили туда В конце зимы А вот Я больше Привыкший к лету И мне кажется Что там летом Будет просто Ну красивее Когда цветет Природа И все такое А сам город Прага Ну это просто Офигенное место Ну и вообще Страна Где много Исторических Всяких Осталось Замков Там каких-то Развалин По местам Kingdom Come Delirance Тоже погонять Было бы интересно Посмотреть Вот Ну и В экзотику Тоже можно было бы Съездить Таиланд Что-то куда-то В Италию В Испанию Я бы конечно Много куда хотел бы Съездить Но все зависит От разных факторов Поэтому Не загадываю Роман Макаров Привет На последнем стриме Паскорм Ты рассказывал Про своего знакомого Художника из Москвы Это один из Ютуберов С которыми ты раньше Снимал видео Или он не медийная Берсона И в твоих Видео Не появлялся Хотелось бы Узнать поподробнее Художник из Москвы Я что-то не припомню Что такое говорил У меня есть Знакомый Художник Который Из Казахстана Приехал В Москву И там сейчас Учится на аниматора Но он не медийный Чувак Есть знакомый Другой художник Который Там делал Превьюшки Какие-то арты Рисовал Но он сейчас Насколько я знаю Может что-то рисует Но он стал Ютубером И стал Делать видосы По Майнкрафту А так Типа Ну есть еще Какие-то знакомые Художники Художницы Почему ты заинтересовался Как вы помирились Ну я рассказывал За чего была ссора В одном из предыдущих видосов А как помирились Ну просто он Однажды написал Типа Гоу Снимать Гоу И все Вот так и помирились Рафаэль Абишев С наступающим Миша Спасибо что уже На протяжении многих лет Ты радуешь нас Своими видосами Спасибо за твои старания И труд Первое Сразу же Будет ли прохождение Dying Light The Following Прохождение основной части Было топовым Спасибо Я так понял Ты имеешь ввиду Dying Light 2 И The Following Это что-то типа Дополнение Если честно Не знаю Посмотрим Второе Слушал ли ты Когда-нибудь Лео Марачоли Вообще Первый раз слышу Третье Пробовал когда-нибудь Пинаколаду Ну Наверное Настоящую Пинаколаду Которая там С чем делается С текилой Или с ромом Ну Алкогольную То есть Нет Не пробовал Газировочку Со вкусом Пинаколады Скажем так Допробовал Артем Грикит Здравствуй Дядя Миша С наступающим Тебя Я тут Несколько вопросов Для тебя Нашел Ответишь Первое Какую концовку Ты можешь назвать Самой грустной В ЛМР Самой грустной Блин Там много Плохих концовок Ну и там Концовки Плохие даже Типа Они Как правило Сводятся к тому Что Никакуну там Либо херово Живется Он там Спивается Либо что-то еще С ним происходит Либо его убивают А сам персонаж Никакун Его прям Вообще Не жалко Нисколечки Я даже Иногда Радовался Что его Грохнули Нахер Вот такого Ёбка Какой он лучший Город в Сибири На твой взгляд Желательно Восточный Вот это Конечно Вопрос Странный Такой Специфический Я конечно Сам родом Из Сибири В каких-то Городах Бывал В каких-то Не бывал Но Восточная Сибирь Для меня Такая Неведомая Штука Так что Даже не знаю Чего там Выделить Говорят Владивосток Но там Тоже Типа И свои Проблемы Какие-то В Западной Сибири Как правило Выделяют Тюмень Я не был Но Наслышан Любишь Ходить В баню Это Какой-то Намек Или что Я не понял Вообще Да Люблю Но Давненько Не был Тимур Камалов У тебя Когда-нибудь Были планы Основать Студию Переводов Или Вступить Студию Озвучки Ты имеешь Ввиду Ну Типа Переводов Озвучки Да Как-то Нет Не было Вступить Ну Может Быть Я вот Наверное Скорее Как Какой-то Сессионный Чувачок Хотел бы быть Чтобы Меня Приглашали Куда-то Там Типа Вот У нас Тут Есть Видос С Леонардо Ди Капри Ну Как Бурунова Например Зовут Типа Мы Вот Тут Озвучиваем Новый Фильм С Леонардо Ди Капри А ты Как Озвучивал Его Давай Приходи Типа Из Прошлого Года Ну Вот Стоит Шкаф Вот Стоит Комод Там Столик Но он Старый Кресло Вот Новое Диван На котором Я Иногда Даже Сплю А так Все То же Самое Кондиционер Наверное Не Висел Да В том Рум Туре Вот Федя Степанов Ты Женат Нет И Девушки Нет Витя Кривенко Ты Убрал Нумерацию Переводов Потому что Они Не то Чтобы Идут В хронологическом Порядке Даже Самые Первые Переводы Поджимот Или Тебе Просто Лень Их Нумеровать Ну Или И то И то Наверное И то И то Слушай Ну Они Реально Идут Не в порядке Но Они И раньше Шли Не в порядке Да И Привязываться К цифрам Ну Такое Себе Ну Что ж Попов Привет Миша С наступающим Тебя Ну Вы просто Старые Смотрю Тебя 2014 И мне Интересно Почему Ты не хочешь Сделать Полноценный Ролик О том Как ты Делаешь Переводы А не тот Короткий Отрывок Из одного Твоего Ролика Или Ты думаешь Что тебе Просто Показывать Нечего И ролик Получится Скучно Ты Просто Взял Буквально Сам Ответил На свой Вопрос Да А что Там Собственно Я Вот В этом Коротком Отрывке Все И Показал По сути Ну А Если Какой-то Большой Ролик Что Это Будет Какой-то Видео Урок Потому Как Переводы Делать Я Видео Уроки Не Делаю Сорян Косицын Марк Собираешься Ли Ты Заканчивать Снимать И Переводить Видео Я Думаю Многие Бы Расстроились Если Бо Ты Забросил Канал Ну Собственно Да Я Тоже Так Думаю Что Многие Расстроились Поэтому Мы Ютуберы И Существуем Пока Вы Зрители Нами Заинтересованы Ну И Соответственно Я Вижу И По Просмотрам И По Кому-то Вниманию Там На Снимах Где-то Еще Что Люди Заинтересованы В Моем Контенте Моем Творчестве Есть Ну Плюс Это Мне Приносит Деньги Какие Никакие Сейчас Но Мы Еще Надеемся Что В будущем Все Будет Лучше Вновь Вернуться Были Цифры По Монетизации Всему Такому Так Что Не Собираюсь Пока Ничего Забросить Александр Смирнов Один Вопрос Будут Ли На канале Не Стандартные Ролики Например По ДНД Данженс Драгонс Я Так По-моему Кто-то Посмотрел Руди Данженс Драгонс Интересная Тема Мне Нравится Сама Система Мне Нравится Подземелье Чикенкария Например Постоянно Смотрю Оно По той же Системе Сделано Но Чтобы Снимать Контент По ней Это Надо Сильно Заморачиваться Руди Который Снимает Там 2-3 Ролика В месяц Может Себе Такое Позволить Ну И В принципе Я бы Мог Наверное Себе Позволить Но Тут Еще Много Факторов Надо Людей Найти Которым Это Будет Интересно Которые Будут При этом Интересно Тоже Отыгрывать Контент Делать Вот Артем Трайхард В какую Игру Ты Наиграл Больше Всего Какая Любимая Какая Разочаровала Ну Я Вот Результаты Итоги Года Точнее В стим Выкладывал Себе Вконтакте По моему Там Собственно Можно Посмотреть Самая Игра В которую Я Чаще Всего Играю Ну И играл Видимо Раньше Тоже Все Еще Остается Рокет Лига На втором Месте Там Оказалась Любовь Деньги Рок Нрол Ну Можно Понять Там Контента Выше Крыши 49 Стримов Аж Наснимал На третьем Месте Я проходил В 22 Году Kingdom Come Delivines Решил Взяться За нее До Конца Пройти Тоже Игрушка Прикольная Классная Немаленькая И поэтому Она Оказалась На третьем Месте Stray Очень Понравилась Ну Я говорил Многие игры Понравились Которые Я стримил Разочаровала Ну Вот Из последних Dark Pictures Которые Там Devil In Me Ну Не то Чтоб Разочаровала Но Ее Стоило Наверное В одного Проходить А не Вдвоем Потому Что Там Многое Теряется Когда У одного Человека Одно Происходит У второго Другое Так Что Вот Как-то Так Виктория Глаз Провел Ли ты Этот Год Хорошо Или Плохо Расскажи Какую Нибудь Историю Которая Запомнилась За этот Год Какие Выводы Ты Сделал За этот Год Сложный Вопрос Были И хорошие Моменты Были И плохие Каких Было Больше Но По итогам Года Наверное Все Таки Плохо Самое Запоминающе Что Было В этом Закончилось Кто Следит За моим Каналом За моей Жизнью Тот Знает Чем Закончилось Так что Ну Как-то Так Ну Я Человек Уже Взрослый И так Сказать Привыкший К этому Делу Так что Не сильно Расстраиваюсь И иду Дальше С большими Надеждами Мечтами Так сказать И это Был Последний Вопросик У нас Ребятки Ну Из тех Которые По крайней мере В комментариях Так По памяти Что-то вспомнить Ну Не припоминая Каких-то Часто Задаваемых Вопросов Но Вы Ребятки Можете В комментариях Уже Начинать Строчить Новые Вопросы Как минимум Писать Там В личку Мне Вконтакте Задавать Вопросы Какие-то Из них Наверняка Станут Часто Задаваемыми Они Начнут Меня Задалбывать И я Опять-таки Напишу Запишу Новый Ролик С ответами На вопросы И Пока Вы И с нами Ютуберами Мы Продолжаем Существовать Еще раз Повторю Эту Каноничную Фразу Ну Что ж Ребятки С наступившим Вас уже Новым Годом Еще раз Счастья Удачи Всех Благ Ну А с вами Был Мехакер За камерой Андрюха Айгерой Ему тоже Там Привет И пишите Если знаете Как до него Достучаться В этом году Увидимся Еще не раз Надеюсь Так что До встречи